Выставка «Оружие Победы» открылась в прошлом году. Посвящена она Великой Отечественной. Образцы вооружения, которые здесь представлены, были разработаны перед войной и о некоторых нам рассказал научный сотрудник музея. В этой витрине представлены стрелковое вооружение, которое использовалось как раз рабочей крестьянской Красной Армии, то есть Красная Армия во время Великой Отечественной войны. Вот, например, противотанковая пушка калибра 45 мм. Ее в основном вручную перетаскивали за собой солдаты. Все это оружие нашли на полях сражений или изъяли у гражданского населения. Использовать его уже нельзя. Оно деактивировано. Документы, карты, письма и, конечно, награды также есть на выставке. Нашему реводовому солдату полагалось, в довольстве полагалась шинель одноборная. И все это записывалось вот в такую вот солдатскую книжицу. Помимо одежды, солдатам выдавали винтовку системы Мосина, заплечный вещевой мешок, сидор в народе, шлем, саперную лопатку, котелок и сухарную сумку. В ней хранили сахар, соль, сухари и табак. Выставка интересна тем, что в витринах можно увидеть вооружение и обмундирование не только наших солдат, но еще немецкого вермахта и его союзников. 9 мая во дворе музея студенты Института водного транспорта продемонстрируют сигналы семафорной азбуки. Вход свободный, а вот внутрь музея платный. В этот день юные ростовчане будут учиться писать военные письма и складывать их треугольниками. Артем Тарасов, Валерия Дорошенко, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону.